Вот она красавица, новая пятерочка. BMW i5 M60 X-Dry, 4,2 ляма. С сегодняшнего дня это один из моих любимых BMW в плане дизайна. Вы посмотрите, как круто подсвечиваются ноздри, черный глянец. Кто давно меня смотрит, знает моя слабость. Она в сером мате, это не пленка, это краска, выглядит вообще супер. Вот такие вот тут красивые фарики. Острые углы, банк, ровонь. Ну, M есть M. На фотографиях, когда первый раз увидел, мне жопка не очень понравилась, но вживую смотрится гораздо круче, чем на картинке. Внизу опять-таки вставка черного глянца. Да, будет в пылюке, но то не важно. Здесь такая пятерочка опять-таки на черном глянце. Красивые диски, красный суппорт M. Зеркала выполнены с карбона. Карта дверей здесь сверху все мягко. Сенсорные кнопки, память сидений, открытие-закрытие, акустика Bauer & Wilkins. Звучит огонь вообще. С интересного пластика. Пластик имеет легкий блеск и текстуру такую. Блок управления окнами. Ниша изнутри не обшита ни войлоком, ничем. Дно тоже не прорезиненное. Обычный пластик, но он не дубовый. Он пластик маленький, есть подсветка. Кнопка открытия багажника. Новый M-руль. В дизайне огонь. Я думал, на картинке, когда смотрел, я думал, это алюминий, но, к сожалению, нет. Это обычный пластик. Но все равно выглядит прикольно, стильно, тактильно, все приятно. Эти кнопки, они не сенсорные, они нажимательные. То есть они щелкают, просто выполнены в таком. Есть лепестки. Ну, как лепестки? Есть лепесток. Он один, с этой стороны нету. Буст. Так как электрокар, я так понимаю, что это раскрывает абсолютно весь ее потенциал. То есть все, что она может, она вам даст. Так, центральная консоль. Опять черный глянец, красота. Но это все дело, я думаю, надо будет защитить какой-то пленочкой. Потому что, ну, оно закоцается, зацарапается, я уверен. Но выглядит шикарно. Нету селектора. Вот этот камушек, хрусталь. Также большая эта диамантовая шайба. Вообще, можно вот так просто сидеть и играться. Регулировка громкости тоже с хрусталя. Два подстаканника. Они с фиксацией, с подсветкой, прорезиненное дно. Есть два современных USB Type-C. И беспроводная зарядочка. Коврик тоже такой, с приятной резиной. Ничего ездить не будет. Вставка карбона. Кстати, выглядит очень красиво. Оно уж как в 3D отображается. Там, я не знаю, не то, что тысяча слоев лаков. Я думаю, тут сто тысяч слоев лака. Потому что вот прям видно, что толщина его, ну, сумасшедшая. Как сейчас в тренде у многих автопроизводителей. Ну, мы имеем в виду нормальных немецких. Один дисплей. Цельный разделен на два модуля. То есть, приборка цифровая, жидко-кристаллическая. И экран мультимедиа тоже. Качество ее на высшем уровне. Плотность пикселя, размер пикселя. Резкость сглаживания. Здесь, ну, все топовое. Придраться не к чему. Подлокотник тоже мягкий. Тактильно приятный. Подлокотник не очень глубокий. Обшит войлоком. Прорезиненное дно. 12-вольтовая резетка присутствует. И все. Ну, и подсветочка. Ну, сидушки, как в любой BMW серии M, мега удобные. Отличная боковая поддержка. Комбинированная кожа алькантара. С перфорацией. Тактильно очень все приятно. Швы. Швы везде ровненькие. То есть, нету никаких ни заломов, ничего. То есть, тут, слава богу, потому что сейчас автопроизводители болеют. Этой темой. Не знаю. Надеюсь, что оно пройдет. Присутствуют камеры 360. Автомобиль отображается, ну, почти в цвет. А на серый мат, ну, будет серый мат. Вот так вот. То есть, пальцем мы тут вращать ее не можем. Здесь вот это, наверное, присутствует. Не. А где эта штука? Обычно вы тут берете и вращаете. Она сенсором должна чувствовать. Что-то не так. Ну, возможно, вот оно появилось. Вот мы берем и вращаем нашу BMW i5. Электрическую пятерочку. Кстати, работает вообще шикарно, быстро. Гораздо лучше, чем работает, ну, на предыдущих, там, ну, обычных, скажем так, семерках, там, пятерках, икс-пятых. Вообще, смотрите, моментально. Задержки нету, гляньте как. Ничего себе. Вообще, плавность, чистоты кадров добавили. Ну, вообще не придраться. Да, интересный вот этот новый дизайн. Вот это острые углы спидометра и тахометра. Ну, как тахометра. Ну, будет он. Надо привыкать, потому что, ну, мне нравится, как он сделан. Да, он стильный, современный, в космическом стиле, там, как сейчас модно. Но хотелось бы классические видеть стрелочки. Мы можем по центру выбирать контент, можем выбрать навигацию. В G-Max у нас присутствует музыку. Сколько нам до заправки, ну, как заправки, до электростанции. Также мы можем выбрать дизайн. Как у нас будет отображаться спидометр? Можно уже, можно шире. Можно вообще вот так вот только скорость отображать. Вот эти все кнопки, они как бы сенсорные, но они с имитацией механического нажатия. То есть, если вы просто касаетесь, ничего не происходит. Надо вот придавить, происходит щелчок, и тогда она, то есть, ну, работает. Кстати, кнопка старт-стоп тоже стала хрустальная. Мультимедиа очень прикольная, красиво все реализовано. Мне нравится то, что отклик. Отклик моментальный, нету никаких, ну, задержек, там, вот, по касанию, там, или кадров в секунду не хватает, или еще чего-то. Тут вот мы можем выбирать подсветку салона. Можем выбирать цвет. Вот, например, вот, если мы сейчас поменяем, вот, сиреневый красивый, фламинго, ничего себе. Оранжевый можно выбрать. Кстати, тоже так по-злому выглядит, по-спортивному. Очень качественно и круто BMW реализовала вот эту новую систему своей подсветки. Ну, это амбентная подсветка, но я не знаю, правильно ли это называть уже так тут. Как она в ходу, не скажу, ребята, потому что она вот только появилась, только приехала. Поэтому после тест-драйва, возможно, будут еще видосики с каким-то личным мнением. Но я думаю, BMW не может сделать плохо, и все здесь будет хорошо. Задний ряд тоже неплохо, есть подлокотник. Карбон вот этот спорный момент. Не всем сейчас уже заходит, уже перебор. Ну, здесь, я думаю, в серии M он уместен. Здесь также регулировка потока воздуха. Выше, ниже, вправо, влево. Такая штучка реализована. Кстати, блок управления фарами полностью сенсорный, уже без имитации механического нажатия. Ну, тут прикольно. Ну, работает четко. Кстати, не знаю, как в этой машине есть или нет, но у них присутствует система там как-то иконик саунд. Так как электрокар, но должен звучать как M, она с динамика должна имитировать работу настоящего двигателя.